Проект, бонусная программа по продвижению ценных бумаг. Давайте мы продолжим с этого момента. Что здесь самое главное? Самое главное во всем этом разделе, что клиент, который будет покупать ценные бумаги компании, участвовать в акционерии, не обязан участвовать в программе «Фрактал». «Фрактал Сток Программ». Не обязан. Это его право. Есть у него какая-то привилегия. Будет он этим правом пользоваться или нет, это его личное дело. Он может просто прийти, купить, владеть, стать инвестором. И никакой в программе по продвижению ценных бумаг, если она ему не нужна сто лет, он участвовать не обязан. Никакой принудивы. Но что такое «Фрактал»? «Фрактал» — это хорошее, звучное, запоминающееся название. «Фрактал» — это фигура, которая состоит из элементов, повторяющих сами себя. Вот здесь вот дерево Пифагора знаменито, интересно, один из вариантов этого дерева Пифагора. То есть фигура, которая состоит из квадратов. Вот они сами себя повторяют. Здесь тоже не прорисовано просто. Это не треугольнички, это вот здесь вот те же самые квадраты. Вот они вот здесь вот, чтобы вас это не смущало. Кукуруза, початок кукурузы. Да, вот те же самые сегменты, где зернышки в этих акрослотах они торчат. Подсолнечник — это же самая история. Это вот все пример фрактала. В биржевом анализе есть такой анализ разности видов анализа. Есть волновой анализ, есть классический ситуационный анализ, есть фрактальный анализ. Фрактальный анализ что это? Это и анализ по сегментам, по каким-то одинаковым сегментам рынка. Принимается решение, когда, опять же, акции покупать-продавать, анализирует поведение той или иной акции по сегментарной, как она себя ведет. Но в нашей ситуации, в нашей программе фрактал — это само название программы. Почему именно так? Надеюсь, из тех определений, которые мы сейчас с вами будем разбирать, вы все это поймете. Фракталсток программ состоит из шести бордов. Ну, борд уже все, наверное, привыкли к этому большинству названий. Борд — поле учета. Используется для планирования продаж, фиксации вознаграждений, контроля структуры. Шесть бордов. Борд А, борд Б, борд С, борд Д, борд Е и борд Ф. Просто обычные поля учета. Сейчас мы их с вами порисуем и посмотрим. Что в борде размещаются специальные токены. Что такое токен? Токен — это единица активации слота. Имеет различные номиналы стоимости в соответствующих бордах. Ну, то есть понятно уже из определения, что борды тоже имеют определенный номинал стоимости. Что такое слот? Со слотом, наверное, все самое понятное, еще простое. Слот есть и в каждом компьютере. Слот есть сейчас в каждом телевизоре. Слот сейчас есть в каждом телефоне. Это что-то, какое-то место, какая-то полость, куда что-то вставляется. Вот слот — это позиция в борде. И вот так вот до бесконечности. Давайте все опять же дальше рисовать для того, чтобы было все понятно. Вот это у нас с вами некий борт, некая поляна, некое поле учета. Я даже ее здесь не ограничиваю с этой стороны ничем. И вот в этом борде, в этом поляне есть некие слоты, точки. Располагаются они вот подобным образом. Пустые места. Пустые цы. Вот эти слоты. И вот в эти слоты ставятся, активируются токены. Как только в этот слот попал какой-нибудь, этот слот считается активированным. Токен сюда выставили, выставили сюда, выставили сюда, выставили сюда, выставили сюда, выставили сюда, выставили сюда. да, соответственно, это уже у нас получаются занятые слоты, заполняется, борт заполняется поле учета, да, конечно же, здесь вот есть вот такие вот определенные связи, да, между вот этими, между вот этими слотами, да, дальше это идет точно так же, идет развитие, слот, 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 слот пустой, слот, слот, ну и так далее, вот эти слоты заполняются токенами, все достаточно просто, борт это вот такое вот поле учета, в ваших бэк-офисах, большинство из вас это уже все видело, и борт B, и борт A, и борт C, вот это изображение, слот заполненный токеном, здесь уже токен встал, здесь токен встал, здесь токен встал, здесь токен есть, 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 здесь токен есть, а здесь вот пустой слот, здесь токена пока еще нет, а вот этот слот токена хоть и нет, но он зарезервирован за кем-то, ну, что такое резервация, надеюсь, вы тоже уже разобрались, можно задать направление движения структуры то есть зарезервировать какой-то слот под какого-то клиента но давайте сюда вот опять вернемся что у нас здесь происходит для каждого борда существует свой номинал стоимости токена борт а это 50 евро номинал борт б 100 евро номинал борцы 250 евро номинал борде 500 евро номинал борд е 1000 евро номинал токен в бордеев номинал токена он принципе есть но почему здесь не указывается потому что получить токен сразу в борт f невозможно в борт f можно только перейти почему первое вот если вы заметили что я говорю получить не купить не продать токен невозможно токены не продаются и не покупаются почему потому что токен это единица активации слота условная единица примет соответствующий номинал токены это то что инструмент который дает вам компания когда вы заключаете контракт на приобретение ценных бумаг она дает вам этот инструмент для того чтобы вы могли в первую очередь полностью закрыть ваши контрактные обязательства весь ваш инвестиционный пакет портфолио ваш инвестиционный что происходит вот в борде а токен номиналом 50 евро переходит этот токен в конечном итоге из борда а борд b из борда b борт c из борда c в борд д из борда d в борд е и уже из борда е токен переходит в борд f и вот в этом борде f токен пройдя его опять зацикливается сам сюда же в этот самый борд f опять попадает и там он уже крутится до бесконечности генерируя вам определенную доходность как я уже сказал токены не приобретаются за деньги их нельзя купить нельзя продать и пожалуйста я вас очень всех прошу вы будете говорить с людьми вы будете говорить с клиентами очень я понимаю очень хочется очень хочется сказать но я хочу докупить или купить тот или иной токен пожалуйста не делайте вы сейчас допустим вот надеюсь понимаете то о чем я сейчас говорю и вы знаете что токены купить или продать нельзя они просто даются к с контракту на сумму 10 процентов от стоимости контракта от общей стоимости контракта вы получаете токены получаете их от компании они просто там образуются как инструмент вы это понимаете но когда вам надо что-то сделать и нужен дополнительный токен так и тянет сказать я куплю столько-то токенов я столько-то токенов поставь нельзя их не купить не продать вы себе может быть имеете где-то в виду что этого сделать нельзя но говорить так так вроде бы вам проще постарайтесь этого не делать почему потому что если вы понимаете что токены нельзя купить нельзя продать то тот человек с которым вы говорите вполне вероятно этого не понимает он слышит от вас токены покупаются продаются и дальше пошла информация надо купить токены надо поставить токены токены продать токены купить и так далее не продаются и не покупаются, они контракты покупаются, цены не покупаются, на 10% от контракта вам выдаются токены. Что значит на 10%? Что за правило такое? Допустим, заключили вы контракт на сумму 18 тысяч евро, на покупку ценных бумаг на сумму 18 тысяч евро, сделали какую-то оплату, подчеркиваю, не предоплату по контракту, а именно оплату. Почему оплату? Потому что на сумму вашей оплаты, допустим, вы оплатили вот сумму 2000 евро. Почему нет? Не меньше 10%, но у вас были свободные деньги, цена за ценную бумагу хорошая сегодня, допустим, 10 евро, на 10 тысяч евро решили купить. Бог с ним. Вот вы сделали оплату и стали владельцем ценных бумаг вот на эту сумму. В данном случае по цене, допустим, 10 евро за одну ценную бумагу, это 200 ценных бумаг. Это не предоплата, это оплата. 200 ценных бумаг. При этом вы получаете токены, токены от компании на номинал 10% от стоимости контракта. Только на 10% от стоимости контракта можно получить токены. В данном случае на эквивалент 1800 евро. на эквивалент 1800 евро. Не на 2000 на фактическую оплату, а на 10% от номинала от стоимости контракта. Если с этим разобрались, это все пока понятно, плюсики мне ставьте в поле чата. Если есть какие-то вопросы, давайте сразу с этим разбираться. все ясно, все понятно пока. всем. Спасибо. Спасибо. Идем дальше. Идем дальше. Вот принцип этих токенов понятен. Принцип заключения контракта нам все понятен. Теперь давайте поговорим про пакеты. Как увеличить сумму контракта? Ларис, я в начале, в самом-самом-самом начале сегодня уже наш чат скидывал инструкцию, как это сделать. Если не трудно, я вас попросил бы сейчас этот чат просто-напросто провертеть, прокрутить вверх и скопировать себе эту инструкцию. Через что пройти. Если же это для вас тяжело, просто напомните в конце сегодняшней нашей встречи я опять скопирую и опять эту инструкцию просто-напросто в поле чата поставлю и естественно заинтурю, скину все это у вас еще раз будет. Но уже в конце. Окей? Хорошо. Итак, пакеты ценных бумаг. Что такое пакеты ценных бумаг? Для чего они нужны? Откуда они взялись? Понятно, для того, чтобы продавать какой-то продукт надо продавать продукт коробочный массовый то есть возможно в дальнейшем увеличение изменения тех или иных контрактов но для того, чтобы и вам было проще объяснять клиенту и клиенту было понятно как дублицировать это предложение дальше компания разработала исходя из соотношения цена-качество пакеты ценных бумаг которые собственно говоря и предлагает. итак вот эти пакеты ценных бумаг они соответственно на ваш выбор самый минимальный пакет который был разработан в первую очередь для южноамериканских нет в южной Африке все хорошо здорово с деньгами а в южной Америке не так уж и здорово и азиатских коллег это вот пакет на 4500 евро БЭЙС один базовый первый это покупка ценных бумаг на 4500 евро в конечном итоге с 10% оплатой 450 евро в такой пакет приобретая клиент получает три токена в борде А три токена в борде Б но что это сразу чему я хочу вам сказать коллеги что если вот на этот пакет с возможностью старта даже не рассматривайте старайтесь не рассматривать я понимаю что есть какие-то трудности могут возникнуть с оплатами если имеют чисто физически не наличие денег у вас в кармане а возможность перевода этих денег на счет в компанию чтобы больше пакет себе приобрести лучше и ищите возможности этого перевода большего пакета потому что если вы зайдете с пакетом 450 старт будет быстренький хиленький и собственно говоря никакой потому что расположение этих токенов в бордах будет следующим образом выглядеть три токена в борде а три токена в борде бит вообще ни о чем мало того мы делали расчеты и в компании мы это смотрели рассматривали вот перед тем как был старт это не секрет что с сентября месяца на консультации в компании вызывали вот именно по этому фракталу по этому пакету так вот сравнение очень просто если у клиента есть 450 евро ему проще и выгоднее зайти в программу про он быстрее свои деньги и отобьет простите за эту такую терминологию и больше заработает и быстрее заработает чем во фрактале если он сюда будет заходить вот с этим пакетом поэтому еще раз говорю этот пакет имеет место быть не сказать про него я не могу не имею права но не советую абсолютно не могу советую проще идти в про если вот такая такая ситуация дальше базовый два я бы его еще назвал студенческим это контракт на покупку цены бумаг на сумму 6500 евро с минимальной оплатой 650 евро в этом случае 7 уже хотя бы точно в борде а это уже хоть что-то тяжело нудно противно но хоть что-то и токена в борде бить выглядит это вот следующим образом почему в борде а вот эти вот 7 токенов это уже более-менее что-то потому что это какое-то начало начало вашей вот здесь вот изначально закрепленные позиции заходи с меньшим понимаете потом придет ситуация либо я вот один токен прогнал выгнал все а дальше то что либо я встал надолго надолго в бордах более высокой номинации либо здесь получаю свою доходность потому что мне ее генерируют остальные мои токены с которыми я начал а структура то структура то может и уходить понимаете а ее надо вот сразу сразу сюда вот в эти борды но в борде б борде всего лишь всего треть токена поэтому еще раз говорю это так очень с натяжкой студенческий пакет оптимальный пакет для захода в программу более менее оптимальный это 18000 евро базовый инвестиционный почему он так называется но он выделен сразу же здесь потому что все дальнейшие там квалификации все дальнейшие какие-то ограничения и ограничения по получению вознаграждения по даже самое лидерское это все начинается именно с пакета 18000 евро минимально возможная предоплата 1800 евро при этом вы получаете 7 токенов в борд а 7 токенов в борд б и 3 токена в борд с это уже хоть какое-то начало вот хотя бы хотя бы хотя бы на этот пакет я советую вам всем обратить внимание но хорошо что нам эти токены дают что они нам делают давайте наверное здесь вот мы с вами немножко еще поговорим итак потенциальный покупатель получает свою собственность после того как он конечно же заключил этот контракт как мы уже сказали ценные бумаги на сумму фактической оплаты то есть здесь в отличие от тех же наших любимых таблиц учета от тех наших столов да как мы их называем и называли часто здесь нет никакой предоплаты вот все что оплатили на эту сумму получили сразу же ценные бумаги какую какую сумму оплаты сделал сколько бумаг покупил в течение 15 дней в независимом депозитарии в Англии право собственности закреплено далее потенциально покупать выдаются токены с обновлением контракта продаж ценных бумаг и дальше рассчитывается лидерское вознаграждение для тех клиентов у кого лидерское конечно же есть про 10% мы с вами уже здесь сказали далее размещение токенов после того как токены получены специальным покупателям доступны для него их необходимо разместить в бардах вот с чем я уже сегодня тоже с утра столкнулся с чем столкнулся вчера с чем столкнулся позавчера смотрите не бойтесь смотреть и планировать как эти токены завести самое простое самое интересное во всем этом в том что давайте я к токенам вот этим любым наверно давайте хотя бы вот сюда допустим нет наверное к другой картинке назад мы немножко с вами поиграем да давайте смотрим запомните одну простую самую интересную вещь самую сильную структуру потенциально самую сильную структуру всегда ставьте наверх вверх размещайте все остальные структуры снизу и вверх с максимальным потенциалом для тех или иных токенов давайте попробуем на примерах порисовать если вы не возражаете надеюсь что не возражаете итак вот у нас допустим ваши токены раз ваш токен два ваш токен три ваш токен четыре пять шесть и семь давайте представим себе пожалуйста я просто вас прошу это представить что вот здесь в данный момент вот я синим все обвожу это пустые пустые слоты окей понятно о чем я говорю если понятно давайте плюсики мне сейчас поле чата если непонятны минусики я еще раз повторю свой рисунок будем условно считать пустые где здесь у нас все здесь пустые вот у вас есть семь токенов допустим в борде B как их расположить самую сильную либо того кого вы считаете что в будущем это будет сильная структура всегда вот сюда вот сюда почему потому что дальше эта структура может развиваться вот таким образом может она развиваться следующим образом может она развиваться туда вот это вот ваш структур на него может быть сюда развитие дальше его структура его структура может быть по одной вето важно Но вот эта структура, работая одна сама, всегда будет генерировать потенциальную доходность для этого токена вашего, для этого токена и для этого. Почему? Потому что вот само соотношение, мы сейчас уже понимаем, что говорим о соотношении, выплаты происходят тогда, когда идет та или иная комбинация относительно одного из токенов, которые мы рассматриваем. Вот этот токен посередине мы, допустим, взяли, вот эта большая структура генерирует на него доходы. Вот этот токен взяли, чуть ниже, большая структура с одной стороны генерирует на него тоже потенциальную доходность. Этот токен взяли, вот эта структура тоже на него генерирует доходность. Для этого она генерирует? Нет. Вот для этого, допустим, токена? Нет. В данном случае для этого нет, для этого нет. Но она потенциально для трех токенов уже половину дело, что называется, делает. Если это пока понятно, плюсики мне сразу ставьте, пожалуйста. Не стесняйтесь. Если что-то непонятно, еще раз повторю, потому что не спрашивают. А что означает цифра наверху? Где цифра наверху? Наверху это ID номер клиента, номер контракта. Не обращайте сейчас на эти цифры внимания. Я просто сейчас вам условно рисую вот это вот как бы слот. А на некоторые вещи. Дальше. Следующую структуру вы запускаете вот здесь. Снизу. Если вы отсюда, вот отсюда, с этой позиции запускаете структуру, она каким-то образом начинает развиваться. Вот с этого слота. Значит, она для каких-то токенов генерирует доходность? Вот половину для этого. Половину для этого. Вторую половину вот для этого, потому что первая половина вот здесь у нас уже была сгенерирована, да, вот этим токеном. Вторую половину она генерирует для чего? Для кого еще? Все. Раз, два, три токена. Здесь три токена, здесь три токена. Дальше. Дальше. Если вы следующую свою структуру, опять же, я предполагаю, что есть третья структура, ставите вот сюда. Вот в эту позицию. Если вы ее поставите в эту позицию, то для каких токенов она будет работать и генерирует в структуру? Только для одного. Вот для этого. В данном случае. Одна половинка есть, вы как бы вторую половинку сделали. Хорошо это или плохо? Думаю, что не очень. Почему? Потому что здесь, я не знаю, по сеансам карточные, если вы играли, думаю, что выгоднее здесь поставить вторую структуру вот сюда, в эту позицию. Почему? Потому что вот эта структура, вот эта структура будет генерировать потенциальную доходность, во-первых, вот для этого токена. Во-вторых, она участвует в генерации потенциальной доходности вот для этого токена. Вот она. Для этого она делает нижнюю ветку, для этого она делает верхнюю ветку. Понимаете? Вот она. И, соответственно, так как это идет развитие относительно вот этой же ситуации, да, синяя и зеленая, эта же самая структура дает дополнительную вот, работает на потенциал и вот этого токена тоже. То есть, как минимум, в этой ситуации, здесь у нас был один токен завязан, а здесь раз, два, три. Раз, два и три. Это понятно то, о чем я сейчас сказал? Уложилось в голове? Если понятно, плюсы поставьте мне, пожалуйста. Если нет, задайте вопросы. Сейчас же отвечу, потому что это вот по стратегии, пока мы вот к этому идем. Разница понятна, да, Светлана? Видно, пишет. Повторите, пожалуйста, Мария. Хорошо. С какого момента повторять? Цифры наверху токена, я уже сказал, это, Оксана, это номер контракта, либо номер токена, либо ID клиента. Сейчас это совершенно не имеет никакого значения, вот, в данной ситуации. Посмотрите, там есть номер контракта, а он из чего состоит? Номер ID клиента, плюс там есть буквочки, которые обозначают, какой контракт клиент заключил. Ну, это и идентификация клиента там. Еще раз. Сначала. Пробуем сначала повторить. Для этого все берем и стираем. Оп. 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 Принцип здесь очень простой, на самом деле. Если вы когда-нибудь в компьютере хотя бы в том же самом раскладывали карточные пассиансы, вы знаете принцип, да, открываете ту карту, которая дает в дальнейшем большее количество ходов. То есть, если за той картой, которую вы открыли, единственное, дальше идет открытие только одной следующей карты, ну, не очень интересно. Надо так стараться сделать, чтобы каждая следующая карта открытая давала как можно больше комбинаций и, ну, не раскладывали, ну, попробуйте, еще общий принцип, ладно, бог с ним, не важно. Значит, здесь ситуация, просто я говорю вам о том же самом. Еще раз. Давайте мы с вами условно возьмем, что вот это, 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 и вот это, это ваши личные токены. Ваши личные токены. Самую сильную структуру всегда, вот ваши личные, всегда ставим наверх. Всегда наверх. Почему? Потому что в дальнейшем экстра токены, любые дополнительные токены автоматические, когда идет расстановка, когда вы не успели расставить, она идет всегда слева направо, снизу вверх, занимаются свободные позиции. Соответственно, поэтому самую сильную вашу структуру, либо самую сильную ветку по вашему мнению, которая самая сильная, всегда ставим вот наверх, сюда. Дальше она каким-то образом развивается, развивается, развивается наша самая сильная, неважно как, вот у нее пошло какое-то развитие. Соответственно, она потенциальную доходность генерирует на какой токен? Вот на этот. Потому что она ему дает комбинации. Вот на этот. Потому что она ему дает комбинации. Вот на этот. Три токена задействованы. Понятно? Вот посередине. Посмотрели, посмотрели, посмотрели. Разделили, на какие токены все идет. Если понятно, плюсики сразу. Пока да. Хорошо. Дальше. Вторую ветку. Свою. Ту, которую вы считаете достаточно сильной, но может быть менее сильной, ставим сюда, вот вниз. Вот сюда. Потенциальную доходность. Вот она для этого токена генерирует потенциальную доходность. Так? Имеется в виду счет расчет комбинаций. Она участвует в этой ветке. Если она дальше пошла, развивается. Количество токенов. Не важно. В этой ветке. Вот посидели, посмотрели, да? Для этого токена. Та же самая история, только внизу, посередине. Вот для этого токена она генерирует. А вот для этого токена. Для этого токена. Она уравновешивает ту как раз у нас ветку синюю. Правда? Но у нее опять задействовано здесь. Раз, два, три токена. Этот токен прокачиваем. Здесь заложили потенциальную доходность. Здесь заложили потенциальную доходность. Почему потенциальную? Потому что половина веток здесь уже сделана. Понятно пока? Вот с этим понятно? Ага. Ага. Хорошо. Теперь стоит вопрос. Вот это, наверное, вот здесь вот. Зеленая, она не то, чтобы всегда половина. Светлана, но тут вопрос не о том, что зеленая. Для каждого токена есть зеленый. Я сейчас вот рисую относительно вот в данном случае, относительно вот этого всего токена. Такая ситуация. Вот относительно вот этого токена, одна ветка является зеленая, другая синий. Одна нижняя, другая верхняя. Вот для этого токена, вот для этого токена, эта ветка является тоже вот получается зеленой, нижней. Для этого она верхняя. Но, неважно, мы всегда смотрим, когда рассматриваем позицию, всегда заходим относительно одного из токенов. То есть один из них стоит в начале. И вот пополам разрезая, смотрим соотношение сверху снизу. Так вот, если с этим более-менее, наверное, понятно, самую сильную вверх, остальные вниз. Почему? Потому что, ну, как бы вот здесь ясно, проспал, не проспал. Следующий снизу вверх все равно выставится, как-то выставится, что-то заполнится. Вопрос в следующем. Куда поставить ветку третью? Сегодня просто у нас вот был конкретный случай с коллегой, зашли, посмотрели, у нее стоит вот еще третья веточка, вот сюда. Она сюда поставила. Вот от этого своего токена сюда поставила третью веточку. Казалось бы, что здесь плохого, что здесь хорошего? Ну, поставила и поставила. Ну, смотрите, какая вещь интересная. Вот этот потенциальный клиент, вот если здесь пойдет ветка работать, то он какой токен будет прокачивать? Только один единственный, вот этот токен. Вот этот только токен. Да, он будет создавать ему сейчас противовес, да, но только на один токен будет работать. Понятно? Вот относительно него одна ветка и вот вторая. Это пока понятно? Почему он работает только на один токен? Окей, хорошо. Давайте мы рассмотрим теперь другой вариант. Мы не сюда его поставим, в следующую веточку. Не сюда. Берем сейчас вот эти вот коллеги. И следующий наш токен, зеленый, поставим не сюда, а чуть выше. Вот от этого вашего токена. Вот сюда мы его зацепим. Вот сюда. Вот сюда. И пускай от этого токена, вот от этого токена, растет какая-то структура. На какой токен он, на сколько токенов он будет работать и кому он будет генерировать дополнительную доходность? Понятно, что вот он будет, вот если мы здесь пополам делим, да, как минимум вот на этот токен, от которого он пошел, он дает доходность, генерирует потенциальную. Потенциальную. Почему потенциальную? Потому что это одна веточка. На этот токен, вот на второй, он что дает? Он тоже дает дополнительную доходность, получается, генерирует относительно этого токена. Относительно вот этого токена, он тоже ему дополнительную дает ситуацию. Он его прокачивает. Он прокачивает, получается, этот токен, этот токен и вот этот. Три токена. Максимальное количество, которое может быть. Если четвертый снизу То есть вот этот Ну посмотрите тоже Может быть этот четвертый снизу Но почему я снизу вверх ставлю Потому что вот эти они все равно заполнены Они все равно потом заполниться и будут Без разницы В этом случае этот пойдет Он все равно точно так же будет Принципиальной разницы здесь нет Потому что он будет Либо верхнюю здесь заполнять А вот в этом случае Вот если у нас этой ситуации нет Ну можно и туда его поставить Не важно Это уже не принципиально Это уже не принципиально В принципе какое количество Вы потенциал будете Через этот токен прокачивать Двумя этажами выше сюда Смысл какой Нету-нету смысла сюда пока ставить Потому что в этом случае Вы снизу вверх идете Почему? Потому что ну да Можно здесь зацепить Но в этом случае Если вы зацепите сюда Все что внизу Ниже этого вот этого Центрального относительного токена Вы тем самым отсекаете Оно вам пока не дает ничего А если мы говорим о том Что самое сильное Ветка здесь Понимаете То количество Здесь, здесь, здесь Для комбинаций Оно уже выстроено И нам надо баланс вот здесь создавать Как минимум на этот токен Хотите здесь что-то делать Но думайте Здесь уже идут комбинации Хотя бы вот Самый главный принцип Задействовать потенциал Большего количества токенов Если с этим разобрались Тогда Минусы Плюсы-минусы вопросов Коллеги Его вообще здесь еще Или все в задумчивости Сейчас бросились к своим компьютерам И расстановку делать по-другому Надеюсь, что нет Да Окей Хорошо Мы как-то Да где еще вопрос Давайте мне Не увидел я этот вопрос Какой там еще вопрос у нас Вопрос Вы если его увидели, что я проскочил Лучше скопируйте Еще раз его поставьте Не вижу я вопрос Еще А выше А если четвертый Снизу Ну четвертый снизу Мы с вами разобрались Ситуация Четвертый Можно третий Там не принципиально Для этого токена Это Сейчас Идем О расстановке Токенов Мы сейчас говорим О расстановке Токенов Это не клиенты Это не личники Это токен Развиваем Землю Ну развиваем Да А кто никогда Не раскладывал Пассианс А здесь И не надо Раскладывать Пассианс Сложно для понимания Не знаю Есть ли кому-то Сложно для понимания Сейчас Вот совсем Давайте Чтобы Вот ясно Просто даже Если кому-то Совсем Совсем Сложно для понимания Ну так Оксана Пишет Да Единички мне Поставьте Просто чтобы Понимать Насколько Все У нас Плохо Или Если кому Плохо И Плохо Единички Ставьте Не стесняйтесь Кому Хорошо Все Да Десяточки У кого Все Понятно Вы Все Все Просто Понимаете Как Вот Здесь Надо Чтобы Ваш Потенциал Работал С наиболее Большим Количеством Токенов Не стесняйтесь Ставьте 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 Кому Единички Кому Десяточки Все Хорошо Я же Не просто Так Спросил Я сейчас Объясню Почему Я так Спросил Здесь Никаких Нет Никого Подкалывать Не буду Кто не понял Честное Слово Если Не поняли Поставьте Единичку Почему Я Это Прошу Сделать Вот Сейчас Вы Видите У Нас На Нашем Вебинаре Присутствует Ну 60 Человек Перманентно 58 59 60 Посмотрите Сейчас В этом Вебинаре В списке Своего Руководителя Ближайшего Посмотрели бы Коллегу У кого Десяточка Стоит Не стесняйтесь К нему Объясните Человек Еще раз Повторит Свои Знания И заодно Вам Объяснит Все Почему Это Говорю Чтобы Вы посмотрели К кому Обратиться А мы Сейчас Давайте Пойдем Дальше Потому Что Невозможно Действительно Повторять Одно И Одну и ту же Ситуацию Вот Уже В третий раз Простите Меня Посмотрите Посмотрите Если Там Вы На меня Напрямую Кто-то Выходите Третью ветку Ставить Снизу Второй Или Третий На Третий 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 Обязательно Третий То есть Больше Наталья Больше Количества Веточек Там Будет Зацеплено Ну Вам То Вообще Все Проще У вас Со мной Напрямую Контакт Чего же Завтра Не постучаться И не спросить А как Лучше Давайте Переговорим Я попытаюсь Еще Напрямую Все Все Сделать Через Этаж Вот Лариса Умничка Хорошее Слово Подобрала Через Этаж Молодец Через Раз Через Раз То есть Больше Количества Токенов Чтобы У вас Было Задействовано Потенциально На Больше Количества Токенов Работала Ваша Веточка Ваша Потому что Если Сразу То Только Один Токен Если Через Раз То Задействовано Еще Три Токен Окей Система Раз Четыре Часа Автоматическая Расстановка Токенов Проходит В том Случае Если Вы Не Выставили Выставляете Вы Токен Столько Своих Личников Которых Вы Видите Потому что Это Ваша Задача Ваше Направление Где Находится Ваш Личный Первый Токен Я Думаю Что Это Не Имеет Вообще Никакого Значения Для Вас Лично Почему Потому что Не Принципиально При Этих Расстановках Где Находитесь Вы Потому что Ваша Позиция Она Всегда Позиция Номер Один Весь Ваш Доход Весь Ваш Заработок Здесь Зависит В первую Очередь От Того Как У вас Работает Структура Как А вы В Тех же Самых Таблицах Тех же Самых У нас Столах Здесь Здесь Структура Работать Должна Но В то же Время Здесь Тоже Весело Интересно И здорово Здесь В отличие От Тех же Самых Таблиц Учета Не надо Соблюдать Симметрию То есть Не надо Чтобы Все Ячеечки Были Заняты Все Подряд Пошла Работать Одна Структура Уже На Все Работает Это Тоже Все Проходит Экстра Токены Здесь Уже У нас Упоминаются Здесь У нас Все Это Идет Сейчас 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 Почему На Три Часа Как Я Уже Сказал Мы Стартуем С вами С этой Программой На В ночь С первого На второе Декабря Уже Время Определено Полностью Три Часа Ночи По Гринвичу Будет Нажат Кнопка И Все В этот Рассчитывать И первые Вознаграждения И первые Бонусы И Та Расстановка Структуры Которая Будет В этот Момент Зафиксирована Она Останется Навсегда То есть Изменение В расположении Однажды Размещенных Токенов В бардах Невозможно Сейчас Пожалуйста Играйтесь Как Хотите Снимайте Вставьте Убирайте Никаких Проблем В этом Нет Не забудьте Разместить Так Как Вы Наметили Что Еще У нас С вами По Вот Этим Ситуациям Что Я Упустил Что Я Не Сказал Давайте Посмотрим Немножко Полистаю С одной Стороны Когда Говоришь Об этом Каждый День Немного Вроде Должно Автоматически Все Ити Но В то же Время Когда У нас Есть Некоторые Нюансы Некоторые Тактические Стратегические Вот Как Сейчас Вещи Выплывают Немножко Отвлекаешься Начинает Что-то Может быть Даже Замыливаться Так что Если О чем-то Не Упомянул Не Стесняйтесь Напомните Мне Сейчас В виде Вопроса Потому что Мы Сейчас С вами Перейдем К Следующей Ситуации Когда Переходные Токены Экстра Токены Да Мы Сейчас Про Нех Будем Говорить Про Экстра Токенов Сейчас В Начислениях Этих Токенов Я Еще Не Заканчив Ну Что Что У У Нас С вами Еще Как Минимум Я Так Понимаю 30-40 Минут Веселого Общения Дальше Токены Также Надо Расставлять Сильная Светка Сверху Светлана Не Совсем Я Понимаю Это Вы Расстановку Делайте Первый раз Когда Все Остальное Потом Дальше Вы Будете Ставить Только Токены Ваших Личных Клиентов Вы Один Раз Эту Расстановку Сделали Вот При Старте Дальше Все Дальше Ваш Клиент Своего Личника Размещает И так Дальше Сильная Ветка Вошла Но Сделать Не то Чтобы Надо Дальше Светлана Это Надо Сделать В каждом Борде В каждом Борде Не Сильный Наверх Послабее Туда Вниз И Снизу Подкачивать Еще раз Почему Снизу А почему Не вверх Стоит Потому что Наверху И так Сильная Ветка Стоит Она Относительно Первого Токена Как минимум Она уже Генерирует Доходность А второго Тоже Но Смотрите По ситуации Если Все Хорошо У вас Снизу И в Каждом Токене Или через Один Или два Не понял Вообще Что значит В каждом Токене Вообще Не понял Вопрос Токен У нас Что такое Единица Активации Слота Вы Один Раз Выставляете Токены Своих Личников Один Единственный Раз Когда Стартуете Либо Когда у вас Новый Личник Появился И вы Задали Ему Направление Все Расставлять В каждом Барде Что значит В каждом Токене В токене Расстановок Нет У вас Есть От токена Два Слота Два Направления Сильную Ветку Наверх Остальные Снизу Один Раз Тех Личников Которые У вас Есть Все Дальше Они Сами Будут Выставлять Своих Личников Туда Куда Они Посчитают Нужно Вы Один Раз Выставляетесь Либо Второй Раз У вас Такая Возможность Будет Тогда Вы Сами Третьего Четвертого Пятого Личника Возьмете Нового Вот Тогда Вы Будете Направлять Его Токены Куда Куда Вы Сочтете Нужным Один Единственный Все Других Вариантов Просто Нет Ответил На вопрос Светлана Или нет Понятная Ситуация Один Раз Когда У вас Есть Эти Самые Личники Свои Токены Расставили Один Раз Все Пошло Нужны Какие-то Токены Дополнительно Где-то В какие-то Борды Да Его Тоже Выставляют Когда Что-то Новое Либо Личник Либо Свой Новый Свежий Токен Ну Окей Давайте Про Вознаграждение Не буду Я сейчас Эти Таблики Все Вознаграждение Перечислять Наверное Я смысл Давайте Так Давайте Да Про Комбинация Думал Это Не надо Но Съесть Соответственно Будем Значит Давайте Посмотрим Я Что Здесь Хотел Вернуть Посход На Табличка Это В Другом Что Мы С вами Получаем Как Только Комбинация Срабатывает 3 на 3 В борде А 3 сверху 3 снизу Вы Зарабатываете 25 евро В борде А 6 на 6 Комбинация 50 евро В борде А 12 на 12 120 120 Евро В борде А 18 на 18 Комбинация 160 евро Вы Получаете Вознаграждение 25 на 25 Комбинация Соответственно 320 евро Начисление Все эти суммы Сложим Получим 675 евро Начисленной Вашей Вам Комиссии После прохождения Одного Токена Одним Токеном Борт Раз в сутки Все это считается И не только Относительно Одного Токена Относительно Всех Токенов Которые В принципе У вас Там Есть Кроме Всего Прочего Проходя Допустим Один Борт А Ваш Токен Во-первых Перекачивает В борт Перекачевывает Извините Не качает Качать Откачать Накачивать А перекачевывает То есть Переходить Ваш Токен Переходит В борт Б А в Борде А Появляется Ваш Один Экстра Токен Вознаграждения Эти Начисляются По мере Того Как Вот эта Комбинация Образуется Раз В сутки Идет Отсечка Если Комбинация Есть Начисление Комбинация Есть Начисление Следующая Комбинация Есть Начисление То есть В течение Суток Может быть 10 15 20 30 Хоть 40 Комбинаций Сработано Хоть Все Ваши Токены Вышли Вознаграждения Все Это В течение Рассчитывается На 3 часа На сутки В лист Ожидания На вторые Сутки Вам Все это Доступно Я правильно Понял вопрос И ответил ли я На него Напишите мне Пожалуйста Юлия Но Что я хотел Обратить ваше Внимание Вот здесь Потому что Окей Что 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 Здесь У нас Еще Важно Кроме Того Что У нас С вами Появляются Вознаграждения Комиссия Соответственно Мы получаем С вами Еще Экстра Токен Экстра Токены Появляются После того Как Токены Проходят В борде Допустим Б Комбинацию 12 Появляется Один Экстра Токен В борд А 18 На 18 Один Экстра Токен В борд Б 25 На 25 Это Заключительная Комбинация Переход Токен В борд С А в борде А Появляется Еще один Экстра Токен Соответственно Комиссия 40 80 200 300 600 1220 Общая По прохождении Вот этого Борда Ему Один Еще раз Подчеркиваю Не тогда Когда весь Борд Пройден Получаем Комиссия Тогда Когда Одна Другая Третья Четвертая Пятая Комбинация Сработали Тут же В этот Момент Начисление Дальше У нас Давайте Борд Цен Давайте Просто Пробежимся Окей Соответственно 120 240 350 750 1540 Это Все За Комбинации Начисления Всего Здесь 3000 Евро По прохождению Борда Это Суммарно Это Суммарно Еще раз Подчеркиваю Это Не то Что Вышел Отсюда И Получил Нет Это Суммарная Доходность Потенциального Борда А По комбинации Получаем Вот так По мере Того Как они Выскочили По мере Того Как они Появились Соответственно По прохождению Борда Ц Есть Раз Два Три Четыре Пять Шесть Токенов Борд А Они Тоже У нас Появляются Понятно Переход Борда И так Далее Как только Токен Борда Б Пророка Комбинации Каждая комбинация 3 на 3 6 на 6 12 12 25 на 25 Рождает Дополнительный Экстра токен Экстра токен Уже в Борд Б Это всегда Ваше начало Ну и вот Переход Борд Соответственно Пройдя Борд Борд И зациклившись В этом Борде Три на три Комбинации Это полторы тысячи Шесть на шесть Две с половиной И так далее Двенадцать на девенадцать Четыре Восемьемнадцать 18.8, 25.25, 16.000 евро. Всего, пройдя весь этот борт F, вы зарабатываете, генерируете доходность, вам один токен, 32.000 евро. До условий получения вознаграждения, о чем хотел еще сказать. Давайте, где у нас здесь были экстра токены, условия получения вознаграждения чуть попозже, наверное, или чуть пораньше. Давайте экстра токены где-то у нас, сейчас к ним мы с вами вернемся. Тоже важный один момент, потому что мы экстра токен. Так, вот мы где поговорим с вами, во-первых, о переходных токенах, а потом поговорим об экстра токенах. Это тоже важно. Каким образом они располагаются? Как только комбинация 25 на 25 сработала, вот этот экстра токен, он здесь в борде А перестает генерировать вам доходность, но он перемещается, он появляется в борде Б, и встает по принципу слева направо, снизу вверх, первое свободное место, либо на ваш личный токен. Вот это есть, допустим, представим, что это ваш личный токен, уже в борде Б есть. Либо здесь, если нету вашего личного токена, идет он по принципу такому, к вашему спонсору информационному. Так, сразу вопрос, расчеты вы показали на один токен? Да, конечно, это все расчеты на один токен. Один токен, когда проходят эти комбинации. Только один единственный токен, Светлана. Вот здесь показ с переходником понятно, каким образом он проходит. То есть важный принцип здесь, мы с вами сейчас об этом покажу разницу. Вот он становится либо снизу вверх на первую свободную позицию к вашему личному токену, нет, нет. Не нет надо писать, Лариса, а вопрос сразу писать. А что непонятно-то? Да. Записи такого вебинара нету и не будет. Потому что записи вебинары, приходите, задавайте вопросы, мы с вами всегда организуемся. А я уже сказал, видео у нас на эту тему будет, конечно. Просто здесь мы сейчас с вами уже технические вопросы разбираем на этом вебинаре. Как расставить, лучше сделать и прочее. Спонсору в том случае, если нету вашего личного токена здесь, в этом борде. Ларис, теперь понятно? В первую очередь к вам, я это сказал, если это ваш токен, то он здесь, вот это ваш токен, он придет к вашему. Для вашего токена, допустим, но здесь в борде нету еще. Весь токен спонсора. Вот здесь, допустим, такая ситуация спонсора. Уже мышка отказывается работой, то ли программа уже устала. То он тогда встанет в позицию, в первую, к спонсору, если вашего личного токена нет. Окей? Записи Светланы нет. Ликбез это для тех, кто присутствует, потому что я очень боюсь, знаете, что такое испорченный фон, да? Лучше у меня спросить, я лучше еще раз объясню. Зак может быть разная, двоякая. Здесь вы что-то не поняли, вы уточнили, запись посмотрели, не поняли и понесли дальше так, как вы для себя это растолковали, истолковали, не спросив ничего. Поэтому записи не будут. А к токену вашего приглашенного нет. Ваш токен переходной встанет либо к вам, либо к вашему информационному спонсору, Ларис. Это особенность именно переходного токена, когда вы из одного переходите в другой. И так. Ну, он остается моим, и затем своего поставлю сюда. Пожалуйста, ставьте сюда. Это ваш личный токен, от него есть два слота. В эти два слота вы можете поставить кого угодно, где угодно. Подчеркиваю, это переходной токен. Он именно по этому принципу как раз и выстраивается. Но кроме переходных токенов, у нас с вами, как мы уже говорили, есть экстра токены. Что такое экстра токены? Ну, это в результате комбинации, которые вот этот токен в том или ином борде выполнил. Соответственно, у него получается рождаются экстра токены, рождаются соответствующие комбинации. И в результате комбинации дополнительно экстра токены появляются. Экстра токен как раз он выстраивает по иному принципу. Экстра токен как раз ищет первую свободную позицию в борде. Неважно. Ваша эта позиция, не ваша руководителя либо структуры, вот как раз экстра токен и ищет первую свободную позицию, в эту свободную позицию встает. Допустим, получается, что вот здесь ветка занято, занято, занято. Здесь занято, 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 занято. Здесь, допустим, свободно, занято. Здесь свободно, свободно. Изначально случается уже, извините, плохо, это уже не я, это уже программа, начинает дурить, либо интернет все домой пришли, то ли футбол смотрят, то ли разбор какой-то сети. Не указать, не показать позицию экстра токена вы не можете. Эта особенность экстра токен ставится автоматически, как только срабатывала комбинация, он занимает позицию по принципу слева направо, снизу вверх первое свободное место вообще в борде. он не ищет ни вас, ни вашего информационного спонсора, он просто ищет первую свободную дырку в борде. И в данной ситуации, вот в данном контексте, вот займет, найдет что? Вот эту позицию. Вот. И встанет именно сюда. Вот сюда. Экстра токен. Это пока понятно, о чем я говорю. Плюсы и минусы. Утиль и без. Окей. Окей. Если дальше у нас ситуация, вот я ее не, чтобы не рисовать, если, допустим, у нас изначально вот такая ситуация, может же такое быть? Вполне можно. А занято, 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 занято. И вот они пошли свободные. В этом случае займет, в данном случае, позицию вот эту. Первую свободную, снизу вверх. При другой, допустим, конфигурации. Если понятно, пожалуйста, мне плюсики ставьте в поле чат. Если нет, можете сейчас задать вопросы. Самое-самое время. В чем особенность экстратокена? Экстратокены у нас с вами как бы воплощенные получаются. То есть, они, экстратокены, генерируют вам дополнительную доходность. Они занимают позиции в вашей структуре. Они дают рачку, прокачивают токены перед ними. Но при этом вы получаете, конечно же, доходность от этих экстратокенов. Это как бы ваше еще. Но особенность их заключается в том, что они как бы кастрированы. То есть, они не могут родить новые токены. Снизу вверх, заполняя свободные места. Абсолютно верно. То есть, слева направо сначала смотрят, и снизу вверх. Как только первая позиция свободная появилась, вот у нас так, да, смотрится, он прыгнул туда, ее сразу нашел. К экстратокенам ветки ставятся. Да, пожалуйста, это ваш токен. Как только он встал, вы туда можете свою веточку от него запустить, сделать, и вообще никаких проблем нету. Это такой же ваш токен. Еще раз подчеркиваю, отличие его от основного токена, от обычного, который вы получили в результате того, что приобрели программу, заключается в том, что он не рождает, он не генерирует новый экстратокен. Он выхолощенный такой. Все улетело, улетело в борт F. Никаких новых токенов от него нет. Экстратокен – это тот, этот токен, отработанный в предыдущем борде. Нет, Светлана, нет. Экстратокен, где вы были 10 минут назад. Экстратокен появляется, когда ваш токен перешел в следующий борт, из борда А в борд Б. В борде А еще один новый экстратокен появился. В борде Б отработал ваш токен к ситуации 18 на 18, еще один новый экстратокен в борде А появился. 25 на 25 еще один экстратокен. Ну, соответственно, посмотрите табличку. Это не ваши переходные токены, это токены, которые просто-напросто вот в результате каких-то комбинаций, они рождаются, вот появляются у вас. Так, условия получения вознаграждения я со счета фоксалсток программы. Что у нас здесь главное? Не забываем про таблицы. Таблицы учета. Обязательные условия собственных ценных бумаг имеют право сам добровольно, а может быть и по принудительной программе. Если данный добровольно не хочет, он обязан просто иметь свой заказ от таблицы учета в одном из основных заказов. Либо в стандарте, либо в волк-лайне, либо в про. Почему именно так? Вы помните, что на стоимость ценных бумаг влияет в том числе и количество проданного золота в программах бонусных, то есть оборот компании нашей золоты напрямую. Соответственно, эти таблицы учета. Клиент, если у него есть этот заказ, все в порядке. Если нет, то при заказе пакета ценных бумаг должен указать, не то что должен, ему предлагается указать, в какую из этих программ он хочет пойти, в какую из этих заказов. Ну, наверное, там, где работает структура, там это и приятнее, и интереснее сделать и ему, и вам тоже. Если нет, то по автомату он пойдет в про. Соответственно, в про он там уже и не указал, то в про он будет крутиться по револьверной схеме, из про идет в голд-лайн, из голд-лайна стандарт и так далее, пока все заказы у него не будут активированы. Ну, там бы как получается ситуация, что компания у него этот заказ вроде как выкупает с одной стороны, но с другой стороны, все равно ему на его бонусы все это делается. Поэтому лучше и удобнее самому себя задать в то направление, куда ты хочешь попасть, в какую таблицу. В течение 60 дней ты можешь делать это сам, своими деньгами. Если нет, то тогда из суммы начисляемого тебе вознаграждения в первую очередь будут бонусы начисляться для того, чтобы активировать твою таблицу учета в бонусной программе. Пишет Александр, но пропадаю, наверное, уже не я, пропадает интернет, судя по всему. Мы с вами уже больше двух часов в эфире, я-то вроде как здесь на месте. Что здесь у нас еще надо понять четко и ясно? Первое. Коллеги, в ваших бонусах, сейчас в табличках, я знаю, уже вчера вопрос задавали, а у меня там 500 евро появилось, 500 бонусов, когда и на что я их могу использовать? Стоп. 500 бонусов у вас там не появилось. 500 бонусов – это ваш лимит получения вознаграждения, который у вас на сегодняшний момент есть просто по автомату. Потому что первые 500 евро, которые вы заработали, вы можете потратить, вывезти их на золото, купить все. Это ваши деньги. Если дальше у вас не куплена программа основная, сумма вашей комиссии распределяется следующим образом. Половина на ценные бумаги, половина на то, чтобы эту программу закрыть по принудиловке. Если основной заказ уже оформлен и он уже все сделан, то тогда из суммы вознаграждения вы можете получить и потратить на покупку ценных бумаг абсолютно все, что вы там заработали, на ценной бумаге. Но на золото вы можете потратить только сумму, не большую, чем вы потратили на ценные бумаги до тех пор, пока вы не закрыли полностью весь этот пакет. Я вижу, что там уже вопросы у нас были, видимо, по предыдущей, какие-то тормоза с интернетом. Но давайте уж сначала про пакет начал, про это. Давайте уже здесь, наверное, договорю. Потом вернусь к тем вопросам. Распределение вот этого вознаграждения. Давайте вот здесь, наверное. Я просто ищу, где, на какой бумаге, кристочек. Так, допустим, у вас в листе ожидания стоит сумма 2000 евро, которую вы заработали, ну, бонусов пускай будет. Вот, эту сумму вы можете тратить. 500 евро первые у вас уже ушли. У вас есть основной заказ. Как вы можете вот эти деньги распределить? Каким образом вы можете их потратить? Значит, вы можете их потратить следующим образом. На ценные бумаги можно запустить абсолютно все. Но на золото вы можете потратить сумму не большую, чем вы потратили на покупку ценных бумаг. То есть максимально, допустим, если вы потратили на покупку ценных бумаг 1000 евро, то и на покупку ценных бумаг вы можете потратить сумму не большую, чем 1000 евро. В данном случае, вот в данном примере, все 2000 евро будут в этом случае. Они и трачены. Если же вы на покупку ценных бумаг потратили, допустим, 500 евро, то, соответственно, этого правила и на покупку золота вы можете потратить сумму не большую, чем 500 евро. Но при этом понятно, что никуда из листа ожидания ваши деньги не делись. Они как были, так и есть. Если вы 500 на бумаге, 500 на золото, еще 1000 у вас там существует. Еще никуда не делся. Но при этом тоже на покупку ценных бумаг, пожалуйста, вы можете потратить все. Опять же, вот это правило существует до тех пор, пока вы полностью не закрыли весь полностью ваш пакет ценных бумаг. Помните, до 18 евро мы с вами сделали заказ, оплатили 10%, допустим, это 1800. Соответственно, 16200. На эту сумму мы еще с вами покупаем ценные бумаги. Вот когда этот заказ закрыт, полностью тогда все, что заработали, на золото тратим. Если здесь пока понятно, поставьте плюсики. Если нет, готовьте вопросы. А я пока посмотрю, допустили. Видимо, интернет тормозил. Видимо, интернет тормозил. Там были вопросы. Так, Экстра токен, понятно, поняла ли это, Светлана, было ли это? Так, при переходе экстра токена в борт F, он там зацикливается тоже. Да, Ларис, он там зацикливается тоже. Точно так же, как и любой токен. Все отличие экстра токена от любого другого токена в том, что ожидает он не по рождеокену. Так, а если прошло 90 дней, и только тогда у него появились в листе ожидания средств? Да бог, Татьяна. Просто 90 дней. А на что это влияет 90 дней? Совсем не понимаю. Не совсем понимаю суть вопроса. Просто первые покупки клиент на 500 евро, пожалуйста. Дальше 60 дней прошло. Не сделал ничего. И у него первые же деньги пошли на то, чтобы он программу свою gold set, конечно же, закрыл. Вот в этом это смысл. Контракт у нас на год. Вот что дальше? Пролонгация автоматическая. Ларис, ну что в самом деле? Вот взрослые люди. Точно дети. Та же самая история. Но контракт он всегда на год. Вот он... Дальше пролонгация и все то же самое. Что ж, на 10 лет его что ли заключать что ли? Спрашивают же. Спрашивают, ну понятно, вот уже должны же отвечать. Срок договора должен быть указан. Ну год. Ну дальше что? Дальше пролонгация договора. Если, да не если, а минимум на 3 года вся эта ситуация, пока ценные бумаги будут превращены в акции. Ну, физическая причем. Так что здесь условия ценных покупок ценных бумаг на золото единицы. Мы с вами как бы немножко опередили, но это уже по логике нашей сегодняшней встречи было. Условия получения ценных бумаг со счета 100 программ. То есть, да, вы можете получить вознаграждение на сумму не большую, чем у вас есть заключен контракт. Что это означает? Если у вас не выполнено условие номер 3, о котором мы сейчас будем говорить, тоже есть ограничение. Допустим, вот вы одинюшник. Я сейчас рисую не токены, я рисую сейчас клиенты, структуру. Вот у вас еще есть кто-то, да? Один клиент. Вот у вас еще какой-то клиент. То есть, допустим, при условии, что вы сами зашли 18 тысяч. 18 тысяч, да? То есть, 1800 оплатили, эти два клиента зашли 650 и 650. Вот при таком раскладе вы имеете право получить вознаграждение на сумму не большую, чем сумма контрактов вот этих самых клиентов. То есть, 6500 плюс 6500, 13 тысяч вашего вознаграждения максимума. Вот при данной конфигурации. Если же выполнено условие номер 3, оно заключается в следующем. Допустим, вот как в предыдущем примере, вы 18 тысяч. 18 тысяч. Один клиент у вас 6500. Второй клиент 6500. И вот, чтобы снять вообще все ограничения, и клиент 6500. Всего получается здесь 19500. Да? Вот здесь. Одна ситуация. Должен быть у вас еще один клиент, личник, чтобы снять все ограничения. Здесь у нас, допустим, на 18 тысяч. Потому что третье правило говорит о следующем. Что бы для того, чтобы получать любое вознаграждение вообще без всяких ограничений, сумма контрактов ваших личных прямых привлеченных клиентов, первый, второй, третий, четвертый, должна быть в два раза, и в два раза как минимум, и выше. Сумма, ну, естественно, сумма вашего, номинала вашего контракта. То есть, грубо говоря, вы на 18 тысяч зашли, все ваши личники, все вместе, должны как минимум 36 тысяч общий контракт у них иметься. Давайте считать. 6500, 6500, 6500, это получается 18, 19500 плюс 18, это 37, больше 36. Условие выполнено. Никаких ограничений по получению вознаграждения нет. Либо другая ситуация здесь тоже имеет место быть. вполне, вполне, вполне. Если вы, опять же, ну, другая конфигурация, другое положение вещей, когда вы, допустим, здесь есть, вот вы 18 тысяч. Оп, оп, оп. Здесь у вас один зашел на 18 тысяч, один личник, вот он. И второй личник тоже зашел на 18 тысяч. Здесь нолик не дорисовался, да? Оп, по 17, 18, 18, все. У вас 18 тысяч, вот здесь 18, 18, 36, все. Задачка решена. Так, что, а почему от одного токена 4 ветви? Не понял, от одного токена. Может быть, идти только 2 ветви. Но предыдущие, если мы смотрим вот сюда, я понимаю, все устали. Все устали. Ну, внимательнее все-таки, пожалуйста, смотрите. Светлана, я сказал, предупредил. Это структура, это не токены. Вы зашли на 1800, ваше лично, в такой ситуации. Одно условие, в другой ситуации, другое условие. Это рисуется структура. Если вы зашли на 18, того не завели, во-первых, спасибо, да, сейчас я смотрю, что у нас, извините, сделаю вообще под... вопрос. Виктор, во-первых, спасибо за то, что такой вопрос сделали. Очень просто. Ответ очень простой. Если вы зашли на 18, не завели, откуда у вас комиссия? Откуда она может взяться? Да, пассивный, тихий доход. Да, 12% годовых в бумагах, 6% в золоте, но у вас же нет. Только тогда, когда работает структура, когда идет продвижение, вы вот этот активный дополнительный доход получаете. Это не токен, это структура, это Влад у нас пишет. Спасибо вам большое за помощь. Это я понял уже, Светлане, просто ответ. Так, то есть, можно покупать только золото при соотношении 1 к 2. Ларис, 1 к 2, что значит 1 к 2? Нет. Золото покупаешь, если не исполнен заказ, золото можно купить на сумму не большую, чем вы потратили на покупку ценных бумаг. 1 к 1 я бы это назвал. На бумаге ценные потратили 100, на золото 100. 500 на бумаге, 500 на золото. Это при условии, что у вас есть не 1 к 2, это 1 к 1. Сколько на бумаге, столько на золото. Но на бумаге можно все, на золото, только половину от того, что у вас там есть. То есть, то же самое, что потратили на ценные бумаги, вы тоже можете на это можно купить золото. Когда следующий вебинар, вы видите, что мы уже затыкаемся. Соответственно, во вторник будет следующий вебинар. Ну, у нас еще здесь есть кое-какие вопросы. Коллеги, немножко уже два с половиной часа мы с вами здесь в эфире. Работаем по всем этим условиям. Завтра все это будет напечатано. Уже у вас, ну, понятно, общая доходность от работы одного токена, если он прошел все борды, когда он прошел все борды, 55 тысяч евро. Вы зарабатываете все, если пройдете, соответственно, это экстра токен на миллион 367 это потенциальный доход мне здесь заложено. Вот что я хочу вам сказать. Лидерское вознаграждение. Для всех тех, кто зашел, ну, во-первых, до первого, до официального старта, до первого декабря, все ограничения по лидерской программе будут сняты как минимум до первого марта. То есть там есть какой-то баланс. Ну, кроме того, что он зайти должен не менее чем с 1800. То вот такой бонус будет в ближайшее время от компании. Это вот такой вот интересный сюрприз, вот такой подарок. Я думаю, что завтра будет все это у нас есть. При условии, что еще раз говорю, призы, подарки, даже сейчас близко об этом говорить, не будем. Статусы от партнерства компании тоже ничего говорить не будем. Сейчас ответы на вопросы. Все эти призы, подарки, я думаю, что это не мотивационный население технический инарк, поэтому можете посмотреть, замотивировать себя. на самом деле, на самом деле, верю сам себя, как говорил Фрэнк Бэджер в своей великой книге «Вчера неудачник, сегодня великий продавец». Так, да, 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 ясно, простите, большее, спать, Михаил, когда следующий вебинар, когда вернусь из Оренбурга, в Оренбург улетаю в пятницу, соответственно, субботу, воскресенье в Оренбурге у нас работа, в понедельник вернусь, во вторник, как раз чему его посвящать. То ли опять ответы на вопросы сделать, то ли сделать у нас еще надо обязательно где-то что-то как-то воткнуть и в том числе программу «Голдсет». Так что давайте думать. По заявкам трудящихся через руководителей давайте смотреть. Просто я боюсь, что первого числа у нас старт и, наверное, все-таки ответы на вопросы придется делать, но посмотрим. Посмотрим. Так, Виргиния, а после комбинации в Борде за которые будет награждение 3 на 3, 6 на 6. Не совсем понял суть вопроса. Комбинации это в Борде может быть не сказал, об этом надо было бы сказать. То, что у нас с вами в Борде происходит, это, во-первых, там не надо симметрию соблюдать, об этом мы уже говорили, поэтому мне не очень это хотелось повторять. Как только комбинация собралась, нарисовать комбинацию в Борде 3 на 3, 6 на 6. Вот давайте опять вернемся тогда сюда, если Виргиния хочет, чтобы у нас это посмотреть. Сейчас. Сейчас я прочитаю. Считаю. Другие вопросы может быть там. Это мы сейчас делаем. То есть, выгодно тратить на ценные бумаги, Влад спрашивает. Ну, что значит выгодно, невыгодно. Цена-то фиксированная, посмотрите, на что у вас выгоднее потратить. Может быть, выкупить ценные бумаги, если есть возможность, дальше уже золото. может быть пополам. Без разницы. Как бы вот ваше личное почтение. Михаил, я не понял, тогда про соотношение последний блок вебинара. Понятно, сейчас разберемся, значит ли это, что по токенам моим вознаграждениям не будет. Виктор задает вопрос. Если нет у вас личных прямых привлеченных клиентов, либо не прямых, но структуры, если структура-то есть, конечно будет. Но если нет у структуры вообще, откуда может быть вознаграждение, если вы туда ничего не продвигаете свои токены, кто их будет двигать, Виктор? Вы определитесь, пожалуйста, с вопросом. Если есть структура, которая будет это делать, это не обязательно ваши личники, но структура. Конечно же, откуда тогда продвижение, если просто встать и все. Тогда вот такой пассивный водоход. Так, Михаил, вы будете в Оренбурге. Я правильно слышал? Абсолютно правильно. Услышали. В Оренбурге я в субботу. Мы работаем. Свяжитесь. Здесь вот у нас Лобыгина Татьяна, она должна присутствовать здесь, она, по-моему, есть в этом у нас чате. Спешитесь в личке сейчас вот прям напрямую, и если вас это интересует, получите дополнительные сведения, когда, что и как. Здесь вот Татьяна, вот она тут же у нас объявилась. лучше по новой программе и вебинар пока не уляжется. Но вебинар-то мы сделаем, конечно, вот так же вот в среду, пораньше, понимаете. Но если в 21 делать вебинар, я же дергаться буду, наверное, левым и правым глазом. Говорить точно не смогу. Уже 1-го, 2-го числа. Правильно ли я понял? Я оплатил 1800, и мои два личные тоже оплатили 1800. Это значит, что мой контракт завершен, то есть у меня ЦБ уже на 18 тысяч, или я не так понял. Вы не так немножко поняли. Контракт у вас не завершен, естественно. У вас снято ограничение на комиссионного вознаграждения. Бонус ваш. Контракт завершен, когда вы еще ценные бумаги на 16200 приобретете. Это не зависит от ваших личных клиентов. Это не та квалификация. Но условия по ограничению получения вознаграждения у вас выполнены. Два ваших личника сошли такой же, как вы. То есть в два раза и больше, соответственно, и получилась эта комиссия. Так, здесь благодарю. Я так зашел в программу за на 650. Могу я один закупаться? Нет, вы должны докупиться до 1800. Обязательно от патена. Не 650, потом что-то где-то докупить. Здесь вот достаточно строго по по входу. Если уже 1800 есть, дальше докупайте. Ну, 450, как я говорил в начале. Там разные бывают ситуации. Если такая ситуация возникает, что нельзя приобрести, значит, ко мне постучаться. Будем что-то думать, что-то предлагать компании. Так, я последнее звено в структуре. Личников нет. Но это не последнее звено, а первое звено в структуре. Если вы хотите развивать свою структуру, не хотите, ведь каждая структура начинается с вас, моя с меня, моих личных приглашенных, с них, их людей, соответственно, с них начинается структура. То есть, структуру надо строить. Это ситуация, когда никакой квалификации по личникам, как я поняла, здесь нет во фрактале. Есть неквалификация, ограничения на получение вознаграждения. Мы об этом говорили. Два личных клиента в два раза больше и контракты должны быть, чем у вас в этом случае. Ну, два, три, четыре, пять. В этом случае нет ограничений по получению соответственно. Татьяна, скайп, стучитесь, вам, понятно, это уже между собой чик пошел, что уже, собственно говоря, радует. два вопроса у нас зависло, насколько я помню, по вернению и показать комбинацию, когда идут вознаграждения. И Лариса попросила еще раз ей рассказать про вот эту вот комиссию и ограничения. Ларис, если это интересует только вас, у меня просьба, завтра давайте вы постучитесь ко мне часов в двенадцать по Москве, все это объяснить нормальным, хорошим, русским языком. Не очень хочется мне сейчас все это повторять, если это никого больше не интересует. Если вы с таким положением согласны, поставьте мне плюсики, народ. Если вы хотите, чтобы я еще раз повторил вот это соотношение, соответственно, тогда и просто напишите об этом. Ну вот комбинации. Вергения просила посмотреть, что значит комбинации. Вот комбинации. Все рассматривается в данном случае относительно в данной ситуации относительно вот этого токена выполнена комбинация три на три. То есть есть три токена, именно токена, это не клиенты, это не структура, три токена вверху, и три токена внизу. Вот она три на три. Следующая комбинация, ну соответствующая вот там следующая комбинация, вот эта комбинация шесть на шесть. Те токены, которые участвуют в комбинации три на три, вот они тоже участвуют. Что самое главное, Вергения, тоже прошу обратить ваше внимание, здесь на эту ситуацию, вот то, что нарисовал здесь художник, это ситуация та, которую он себе представлял, потому что он здесь делал все симметрично, заполнены все поля. Точно такая же комбинация, вот допустим, шесть на шесть, она может быть выполнена и следующим образом, когда работает, вот допустим, так структура, вот она идет. Это тоже комбинация шесть на шесть относительно вот этого токена. вот это мы все зачеркнули, вот этого нет, ну вот у нас есть вот токен, вот токен, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ларис, я понимаю, поэтому предлагаю встретиться завтра в 12 по Москве, а не сегодня в два ночи по Новосибирску. Будет просто эффективнее, я вот об этом и говорю, эффективнее будет наша встреча. Постудитесь на самом деле, договоримся о времени, тут 10-15 минут, я вам все объясню. По бордам, что самое главное, вы должны понимать, уважаемые коллеги, не важно, вот это не нужна симметрия, здесь не таблица, вот эта комбинация, где участвует уже вот три на три, да, шесть на шесть, они здесь все уже задействованы, здесь у нас. Это может быть не так, это может быть вот отсюда куда-то там еще пошло, еще пошло, еще пошло, еще. Может быть здесь только одна ветка вот пошла пахать, работать, развиваться, вот туда, 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 не важно куда. Важно то, что вот здесь, вот в этой части относительно данного токена должно быть 12 активных токенов относительно вот этого. Но комиссия же смотрится относительно вот этого токена тоже, то есть комбинация 12 на 12 относительно вот этого токена должна развиваться как? Вот по этой стороне и вот по этой стороне. 18 на 18. Соответственно, опять же, симметрия не нужна. 25 на 25. Надеюсь, ответил на ваш вопрос, Виргиня. Напишите мне, пожалуйста, по ограничению вознаграждения. Так, с Ларисой мы договорились, сейчас Влад задает вопрос, давайте мы тоже ее на него просто ответим, потому что он по ограничению вознаграждений. Допустим, я вышел на 150, мой личник на 1800, личник, второй личник, нужен как минимум. Потому что в этом случае, пока у вас есть один личник, вы можете получить вознаграждение на сумму 18. Вы зашли на 650, 18. Но почему это не страшно? Потому что, ну поймите, вот на самом деле, ну как минимум, дворечник это бы надо, чтобы вообще вознаграждение получать. У нас же есть все-таки левая, нижняя веточка, к минимуму, зеленая, верхняя, как минимум, синяя. И как минимум, у дворечника, собственно говоря, дают развитие. Ну не обязательно личник. Не обязательно личник. Давай как минимум у дворечки дают вот эту комбинацию. Но личник, в первую очередь личники, конечно же, они для вновь приглашенных. Это для новичков. Для тех, у кого есть структура, там у нас тоже будет некий стартовый бонус. Но об этом компания все напишет, все это будет в официальном портале. Кстати, завтра, послезавтра должна появиться новая закладочка. у нас с вами в бэк-офисах информация и много фракталей, стартовые особенности будут. Так, коллеги, если я ответил на все вопросы, значит, ставьте мне сейчас плюсики, если вопросов больше нет. Если чей-то вопрос пропустил, сейчас быстро в поле чата вопросительный, чтобы его хотя бы знать, потом вопрос скопировать, не поставить его еще по-новому. чтобы нам вот эту ситуацию с вами закрыть, закончить. Так, наживаю тоже компьютер. Так, вроде бы все сделано, все замечательно, все вопросы у нас от всей информации максимально возможные даны. Еще раз, мотивируйте сами себя для того, чтобы сегодня хорошо спалось, посмотрите те призы и те награды, которые компания на статусе партнерства посмотрела. Очень хорошо, советуют, очень хорошо эти самые призы на ночь вместо овец считать, вот, считать ценные бумаги и считать эти самые единицы. Я же, как и обещал вам, выставляю возможность пройти, где, как докупить, допустим, те же самые личные токены. Вот формулировка в общем чате, если нужно, копируйте и пользуйтесь. Я же, давайте сегодня уже прощаться. Спасибо за участие в сегодняшней, мощной достаточно у нас, сегодняшней конференции, большой, долгой, но, надеюсь, полезной. Всегда с вами, всегда ваш, Михаил Квасов. Пока-пока.